Если я оказываюсь в ситуации, когда меня начинает штырить от того объема энергии, которая есть и которую я уже назвал тревогой по лучшим, я прихожу к терапевту и говорю, мне очень тревожно, мне очень страшно жить, я хочу, чтобы этого не было. Что делает терапевт? Терапевт помогает разместить ту тревогу, которая у меня есть, тот излишек витальности, который есть в контакте с ним, он мне может сказать, слушай, расскажи мне немножко больше про ту тревогу, с которой ты находишься, вообще про события жизни, в которых ты сейчас находишься и которые сейчас переживаешь. Вы можете это делать вообще-то с вашими родными и близкими. На самом деле психолог это не единственный человек, который обладает сакральным знанием по тому, как ассимилировать вот этот избыток витальности. Это может и человек делать с большим сердцем, тот человек, который вас любит и не бьется в родимчики, чтобы вас спасать от этого кризиса. И тогда терапевт или этот человек говорит ему, расскажи мне немного об этом кризисе. Ты как в нем? Что с тобой происходит? Что это за события? Что за чувства у тебя появляются? Расскажи немножко больше о страхах. Тебе стыдно? Расскажи немножко об этом. И этот человек помогает вам говорить все больше лично мне. Это называется присутственный контакт. На самом деле мне иногда кажется, что присутствие в нашей жизни это роскошь. Мы привыкли бежать, контактировать с другими людьми исключительно функционально. На уровне каких-то событий, просьб, обещаний, на уровне совместного времяпровождения. Наверняка вы видели массу людей в ресторанах, сидящими за столиком с айфонами. Присутствовать это затратно. Но в кризисе это именно то, что является практически необходимым. И вот когда этот человек, находящийся рядом с вами, положим, это профессиональный психотерапевт, помогает разместить те чувства, этот избыток витальности, которые есть, то в эту трубу она начинает расширяться сечением гораздо больше, вы в состоянии переработать больше объем энергии. Эта энергия начинает течь благодаря этому контакту. Примерно так, как если бы в дамбе открывается шлюз и вода начинает перетекать из одного места в другое. Терапевт это тот человек, который помогает открыть шлюз. И то напряжение, которое есть, начинает течь в виде витальности. Если мы не сдерживаем этот объем витальности, то вместо тревоги начинает появляться радость, благодарность, нежность, теплота и какие-то другие чувства. Иногда страх, иногда стыд, иногда зависть. Они начинают течь в этом контакте и этот излишек энергии начинает теперь ассимилироваться. Вы чувствуете, что вам становится легче. Вы чувствуете, что вам становится немножко светлее. Вот и в этот момент вы можете тратить эту энергию на ваше развитие. Вдруг вы начинаете замечать в кризисе те желания, которых раньше не замечали. Если вы будете справляться с кризисом, вы никогда не заметите эти новые желания. Вы будете обнаруживать некие ценности, которые у вас появились и их раньше не было. Вы можете обнаружить, что те люди, которые были рядом с вами, как следствие, кстати, кризиса, начинают отдаляться от вас. И наоборот, те люди, которые были издалека где-то или их вообще не было в вашей жизни, они оказываются ближе к вам. Трансформация социальных отношений в кризисе становится неизбежной. Вдруг вы начинаете замечать и задавать себе вопрос, а хочу ли заниматься той профессией, которой я занимаюсь. И может оказаться так, что вы решите произвести революцию в своей профессиональной жизни. Возможно, вы смените профессию, а возможно, вы измените подход к вашей профессии. А возможно, освободятся креативные ресурсы, ресурсы творчества, которых вы раньше даже не замечали. И если вы будете бороться с кризисами, вдохновение вам не светит. А вот если вы начнете таким образом его переживать, вы можете столкнуться с некой витальностью, которая теперь будет выглядеть как творческий порыв. И в какой-то момент вы обнаружите, что вы способны любить по-новому. И через какое-то время такого переживания кризиса, ну, положим, месяц, два, три, четыре, полгода, вы оглядываетесь назад на это событие и задаете себе вопрос, а я изменился? Кризис всегда меняет. Преимущество кризиса заключается в том, что кризис – это единственный способ в нашей жизни, в человеческой, который позволяет нам измениться. Если бы не было кризисов, мы никогда бы не менялись. Мы меняемся в возрасте одного года, в возрасте трех лет, семи лет, двенадцати лет, двадцати лет. Мы меняемся в возрасте сорока лет. Наверное, один из самых длительных и таких тяжелых и глубоких кризисов – кризис среднего возраста, который трансформирует практически во всех сферах жизни – и социальной, и сексуальной, и личной жизни, и профессиональной жизни. Меняется очень многое. Так вот, если вы эту энергию вернете себе, а не будете избавляться от нее. Ну, представьте, вот если бы вам кто-то дал лишние триста тысяч долларов, а вы им сказали – не нужны мне эти триста тысяч, заберите их и выбрасывайте их в сторону. То, к чему призываю я – это вернуть себе эти ресурсы, дать возможность им тратить на развитие, на достижение кайфа от жизни, счастья, удовольствия и в том числе успеха. Но для этого всегда нужен другой человек. Поэтому, если сейчас вы находитесь в кризисе, и вас эмоционально бросает из одной ситуации в другую, вы чувствуете тревогу, страх, стыд, вы не знаете, как вам действовать дальше – оглянитесь вокруг. Заметьте, есть ли какой-то человек в вашей жизни, кому вы хотите рассказать лично о том, что с вами происходит? Возможно, если такого человека рядом в окружении нет, и вы довольно одиноки, имеет смысл поискать себе психолога, который мог бы выполнить эту функцию. Рассказать кому-то лично о себе, каково вам, что происходит с вами. С тем, чтобы открыть этот портал, открыть свое сердце и дать возможность этому излишку витальности не разрушать вас, а дать возможность вылиться в контакт и сделать свою работу продуктивную по развитию и постановлению творческого потенциала. Примерно так. Увидимся в следующих видео. Если это видео понравилось вам, ставьте лайк, делитесь с друзьями, а самое главное – задавайте вопросы, потому что они дадут нам возможность сориентироваться в дальнейшей тематике видео. С вами был я, Игорь Погодин. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok